МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне профессионального праздника ямайских журналистов мы поговорим о смене только с человеком, который в профессии больше 15 лет. Сегодня я в команде Вектора, которой руководит Ольга Николаевна Пескова, больше 70 человек. О том, каково быть главным человеком в творческом коллективе и разбираться в технических тонкостях телевидения и печати, мы поговорим с директором Губкинской телерадиокомпании. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Скажите, пожалуйста, сложно ли быть современным руководителем? Я думаю, что руководителем в принципе быть сложно. А в современном мире, когда все ежесекундно меняется, и мир вокруг нас кажется действительно, будто сама планета кружится быстрее, быстрее движется время. Поэтому и требования соответствующие и как к руководителю, и как к любому человеку, потому что на самом деле все очень быстро меняется, и остается только успевать из-за ситуации на нее реагировать, и порой придумывать какие-то нестандартные решения, казалось бы, в стандартных ситуациях. Коллеги вас называют генералом в юбке. Вы успеваете везде, вы знаете все тонкости. Скажите, как вам это удается? Ну, я думаю, что для девушки генерал в юбке это не комплимент. И самое ужасное, я не знаю, кто вам сказал, что я все успеваю. На самом деле я не все успеваю и не рада этому. Конечно, потому что хотелось бы все успевать. И тут вот вопрос о том, чего я очевидно не умею, это все-таки качественно планировать. Тайм-менеджмент так называемый, этому специально учится, меня этому учила телерадиокомпания, учила сама жизнь. И действительно не всегда все получается, а порой хотелось бы чему-то уделить более пристальное внимание, а получается исключительно поверхностное. Порой хотелось бы больше времени уделить семье, а на нее практически не остается времени. Поэтому есть еще стремиться, вот мне кажется, с точки зрения планирования. Хотя на телевидении, в новостях в первую очередь, да и вообще при работе с информацией, спланировать абсолютно все невозможно, потому что это не только от тебя зависит. И порой события происходят, это нормально, жизнь течет и меняется, и спланировать абсолютно все просто не представляется возможным. Просто хочется, чтобы порой хаос все-таки приостанавливался, и было какое-то спланированное, планомерное движение вперед. Скажите, а как вы пришли в журналистику? Это был ваш осознанный выбор? Нет, это была случайность. Я давала интервью, причем, как тогда оценили, это у меня получалось лучше, чем сейчас, потому что сейчас, несмотря на то, что я столько лет в профессии, для меня оказаться вот в кресле респондента, это как раз-таки определенное волнение. Мне вот сейчас кажется, что проще было прямой эфир очередной провести, нежели ответить на вопросы коллег. Абсолютно случайно я пришла, попробовала, у меня не все получалось гладко с самого начала. Я коллегам своим, новичкам часто рассказываю эту историю. ВХСные кассеты были большие, прихожу я, мне дают задания. Первые две съемки, вот я даже помню, это были какие-то батуты возле факела, и еще в ДШИ удалось сходить, в детскую школу искусств, которая художка. И вот прихожу я, мне дают задание, говорят, главное, нужно расписать синхроны. Объяснили, как это делается, ВХСная кассета, она обнуляется, нужно от начала все расписать, и нужно, собственно, было выбрать фрагмент интервью. Ну, полчаса, час проходит, два часа проходит. Прихожу, говорю, я не могу. Вот, ну, два часа прошло, я понимаю, что, ну, я кручу туда-сюда, слушаю, и все, ну, я не понимаю, что с этим делать. Редактор тематических программ на тот момент, Светлана Евстигнеева, забирает у меня кассету, уходит, возвращается через 15 минут. Я очень хорошо запомнила, во-первых, время прошло 15 минут, во-вторых, даже компьютеры не так развиты были тогда, и от руки, печатным почерком написан. Мало того, что расписаны синхроны, написан сам сюжет. У меня это ощущение того, что, в принципе, люди могут это делать вот так, на раз-два, легко, и если это может кто-то другой, значит, это можешь сделать и ты. С тех пор я никогда, ну, наверное, не могу, не сказала ни разу, но не часто говорю, чего это стоило, и бессонных ночей, потому что, надо сказать, что с сочинительством в школе у меня было не очень, вот как-то язык подвешен, а вот так, чтобы это еще написать, были проблемы. Поэтому чаще всего за рамками рабочего дня, но я старалась так, чтобы сделать нечто, потом со временем понятно, что это нечто должно было стать хорошим нечетом для того, чтобы понравилось и редактору, и телезрителям, которые смотрели на конечный результат. Вы работали, как вы сами неоднократно говорили, практически на всех должностях в телерадиокомпании. Скажите, какие моменты особенно запомнились, а какие, возможно, вспоминаете с юмором? Ну, я хочу здесь сказать, что мой, наверное, самый любимый участок работы, как-то бы парадоксально не звучало, потому что мы всегда говорим, что это самый напряженный участок, это новости. Я была редактором новостей, и вот этот вот конвейер ежедневный, с одной стороны, творческий, нужно подходить к исполнению профессиональных обязанностей, а с другой стороны, это действительно конвейер. Это вот несмотря ни на что, ни на настроение, ни на присутствие журналистов и операторов на работе, это каждый день нужно выпускать новости. И в этом есть определенный драйв, это вот был мой любимый участок работы. Если говорить об интересных проектах, которые однозначно запомнились, их было, ну, на моей памяти уже очень много. Но был, например, многочасовой марафон в поддержку малообеспеченных семей, это вот был действительно серьезный проект телерадиокомпании. Ты откроешь дверь, я из коридора, прошепчу тебе с днем рождения, мама. В последнее время это многочисленные конкурсы. Прямые эфиры, которые мы проводим в канун Нового года, это вот действительно очень рейтинговая программа. Это тогда, когда то мы Деда Мороза выбирали, то Снегурочку, то потом лучший офис. Мне кажется, это вот такие проекты, которые запоминаются. С Новым годом, друзья, поднимайте бокалы шампанского. Ура! Ура! А для дедушки есть шампанское? Конечно. Да вообще, мне кажется, конкурсы – это вот такой интересный формат участия в наших проектах для телезрителей, радиослушателей и читателей. И телевизионщики регулярно проводят какие-то конкурсы с размещением видеоматериала в сетях. И постоянно у нас прямые эфиры на радио, когда можно позвонить в студию, поучаствовать и получить приз. И газетчики тоже реализуют свой проект. Это «Лицо года», которое пользуется популярностью и у читателей, и теперь уже у телезрителей. Если говорить об каких-то интересных моментах, вот я сейчас пока говорю, вспоминаю. Мы сегодня говорим о телевидении, о СМИ. В принципе, некоторое время назад, к профессиональному празднику, мы старались выпускать программу «Вектор коктейль». Говоря об истории, дни сегодняшним нельзя не сказать о технике и технологии. Ведь телевидение и радио только наполовину творчества. Очень многое зависит от картинки и звука. Вот это та самая кассета VHS. Такие были у многих, когда повсеместно использовались домашние видеомагнитофоны. А вот это «БТК». Представляете, какого размера должна быть камера? У нас таких не было. На смену VHS пришли кассеты формата DVCAM, а впоследствии их сменили в флеш-карты. Качество растет, а размер имеет значение только для оператора. Камеры, которые снимают на флешке, существенно похудели. И вот один раз, я помню, так делать категорически нельзя никому в этой телерадиокомпании. На тот момент я была главным редактором, меня стерпел и оператор, и режиссер монтажа. Но это был монтажный лист, на котором напечатан ровно один текст, несколько строчек, а все остальное, 40-минутная программа, была написана от руки, вот точно так же от руки в стенах телерадиокомпании снималась. Я вам хочу сказать, что результат получился, который действительно стоил каких-то жертв оператора и режиссера монтажа, потому что получилась очень живая программа, которая понравилась и коллегам, проект был о них, и телезрителям. И вот тут, кстати, тоже интересное мое замечание уже на протяжении многих лет, чем больше, чем трепетнее относишься к продукту, который собираешься производить, чем порой тщательнее готовишься, чем больше людей к этому подключаешь, результат, как правило, ну, совсем не такой, как от каких-то спонтанных, но, возможно, очень креативных идей, решений, когда все вместе, когда порой кажется, что это что-то невообразимое, вот когда спонтанно и не с такой большой подготовкой, получается, чаще всего гораздо лучше, нежели, когда очень сильно готовишься. Ну, а тут есть еще одно замечание. Все вот говорят, что это что такое телевидение. А к нам порой приходят устраиваться на работу люди, которые увидели объявление, поработать требуется ведущий программ. Как представляют себе телевидение, наверное, большинство как раз-таки, кто такой ведущий программ? Да, человек, который приходит, мне первое время тоже говорили, да ладно, что ты приходишь вечером, почитал новости, ну и свободен, весь день занимаешься чем хочешь, но ты, извините за выражение, лицом поторговала и как бы все. На самом деле ведущий на телевидении это тот человек, который уже имеет определенный опыт с журналистской работой, которому абсолютно точно доверяют самые ответственные темы, которые еще, груст ответственности, на нем лежит, потому что это лицо телерадиокомпании, поэтому он работает еще больше, чем простой журналист. Поэтому это вот еще одно замечание о профессии. А в вопросе было еще про юмор. Юмор и не только журналистам, вообще абсолютно всем, телерадиокомпании, наш информационный холдинг, если можно уже теперь так выразиться, это не только журналисты, это и технари, это и водители, это и режиссеры, и много-много специалистов, которые позволяют выпускать все наши СМИ. Так вот, юмор важен в жизни каждого человека, и мне кажется, только благодаря ему и команде мы смогли, например, в прошлом году пережить достаточно серьезное событие. Мы были уверены на начальном этапе, что это невозможно, но тем не менее оказалось невозможно. Возможно, главное, чтобы была команда и присутствовало то самое чувство юмора, потому что мы, не останавливаясь ни на один день, выпуская телерадиопрограммы, выпускалась газета, мы перевезли телерадиокомпанию из одного здания в другое, разместились по новому адресу. И вот, ну не скоро в плановом режиме, потому что мебель мы еще таскали долго, но тем не менее заработали на новом месте. Ольга Николаевна, что самое сложное в журналистике? Оставаться спокойным. О, да. Вот на самом деле, я думаю, что оставаться спокойным, во-первых, и в освещении событий, и в оценке происходящего, и в общении с коллегами, вот, мне кажется, для людей творческих это, в принципе, самое сложное в профессии. Сегодня вы руководитель, но это вам не мешает быть и журналистом, и ведущим одновременно. Скажите, какая вот стезя нравится вам самой больше всего? Знаете, мне кажется, что самое главное – это общение с людьми. Так сложилось у нас и новичкам, которые приходят к нам. Я всегда говорю, что это вот уникальный случай, когда можно попробовать себя в любой роли и заниматься тем, что действительно по душе. Некоторое время назад возникли сложности. Редакция новостей, справедливо посчитав по головам, сказала, слишком часто мы дежурим, нам бы вот хоть одни выходные нам бы продохнуть. Мы договорились с редакторами всех отделов, что мы заберем все съемки и поедем, сделаем по сюжету для того, чтобы редакция действительно смогла провести полноценный выходный. Я вам хочу сказать, что я получила невероятное удовольствие от того, что вспомнила о том, что, в принципе, как здорово писать сюжеты, находиться в гуще событий и общаться с людьми. Вот это самое ценное. Есть ли у вас какие-то профессиональные мечты, которые вы бы хотели воплотить и о чем вы мечтаете как руководитель? Вы знаете, я мечтаю о том, чтобы в сутках было больше часов. Это было бы вот просто чудесно, потому что и на работе тогда можно было бы сделать чуточку больше. И, я уже говорила, на семью и увлечение бы осталось. Но, к сожалению, это невозможно. Если говорить в реальной обстановке, все-таки я мечтаю о том, чтобы каждый, кто работает у нас в телерадиокомпании, он получал удовольствие от дела, которым он занимается. Потому что и телевидение, и газета, и радио, и работа в интернете это творчество, которое должно приносить удовольствие. Нужно быть довольным результатом своего труда. Но тут и отношение должно быть как, собственно, к ребенку. Потому что то, к чему приложил руки, а я всегда еще говорю, то, почему подписываете свою фамилию, это вот детище, к которому и отношение должно быть соответствующее. Если есть отношение к выпускаемой продукции, именно такое. Если эта продукция, будь то статья или материал, получает отклики от слушателей, телезрителей и читателей. Если при этом это еще и поощряется высокой заработной платой, о которой мы мечтаем, то вот как раз-таки это, наверное, то, о чем стоит мечтать. Чтобы коллеги получали удовольствие от работы, а телезрители, слушатели и читатели удовольствие от того, что они видят, читают и слушают, вот это и есть профессиональная мечта. Ну и чтобы новостей хороших было побольше. Ольга Николаевна, что вы больше всего цените в людях? Честность, искренность, хотя близкие понятия. Это, наверное, самое главное. Ну и по традиции, давайте выберем с вами вопрос не из списка. Что больше всего вы цените в друзьях? Не монтаж. Мы только что поговорили о том, что ценю в людях. В друзьях-то, в принципе, мы тоже ценим искренность и честность, но есть еще один момент, который бы мне хотелось отметить. Зачастую другом очень легко быть тогда, когда у человека не все хорошо. но вот мое убеждение, что все-таки друг это не только который познается в беде, но и тот, который может быть рядом с тобой в радости. И вполне возможно, что это даже ценнее, чем тогда, когда человек поддерживает тебя, когда не все складывается благополучно и при этом не может не позавидовать тогда, когда все хорошо. Вы уже говорили, что у вас есть недостаток в виде проблем с тайм-менеджментом. Скажите, может быть, есть что-то еще и что-то вам мешает работать? Опять-таки, уже тоже об этом говорила, что самое сложное спокойствие. Так вот, мне кажется, что порой отсутствие этого самого спокойствия, оно как раз-таки и мешает. Но тут, наверное, все-таки особенности характера человека. Я холерик, я постоянно бегу, я переживаю за происходящее событие и вот иногда мне кажется, что нужно было это все-таки сменить на холодный расчет. Жалко, не всегда получается. Смотрите ли вы дома телевизор и если смотрите, что выбираете посмотреть? Не очень бы хотелось делиться на самом деле этим с телезрителем, но постараюсь ответить на вопрос искренне. Я смотрю телевизор в фоновом режиме. Ужас для моих сотрудников, я смотрю в перемотке практически все, что мы вот прям выпустили в этот день. Я стараюсь вечером или ночью прийти и пересмотреть, если нет, на утро. то, что даже не получилось посмотреть до эфира, если не было такой острой необходимости, то к нашим программам я отношусь очень трепетно. Все остальное в фоновом режиме. И вот это зависит от степени усталости. Это может быть и хороший фильм, а с другой стороны может быть абсолютно неинтеллектуальная программа, вот просто для того, чтобы что зашло фоном. Порой ужасаюсь даже, как я могла отдать предпочтение той или иной передаче, ну вот бывают и такие слабости случаются. А что вы считаете лучшим подарком в жизни? Не скажу, наверное, ничего нового. Невозможно выделить что-то одно. Во-первых, сама жизнь, которая дана человеку, это уже самый ценный подарок. Я безмерно благодарна маме, бабушке, дедушке и дяде за детство, которое у меня было. Я безмерно благодарна мужу, моей сегодняшней семье за поддержку, потому что если бы у меня не было такой поддержки, наверное, не было ничего. Понятное дело, еще один главный подарок, это моя дочь Арина. Тут и говорить не стоит, разочаровывают меня периодически сейчас, вот нежеланием делать уроки, но я думаю, что это все временные трудности и все у нас будет хорошо. Но я верю в то, что жизнь продолжается и что возможно еще много впереди. Если бы у вас была возможность купить время, на что бы вы его потратили? Ну, я уже дважды даже говорила, конечно, это время с семьей, это, наверное, основное чтение, может быть, как раз-таки те самые хорошие фильмы, для того, чтобы с чувством с расстановкой и опять-таки мои коллеги-гости телерадиокомпании знают, наверное, все-таки я бы разобрала бумаги до конца на столе. На это тоже вот, может, чуть-чуть было бы потратить время. Ольга Николаевна, как при такой занятости вы находите время еще и на общественную работу? Вообще, мое первое убеждение касаемо общественной работы, и об этом я говорила, с первого дня вступая в партию «Единая Россия», вот оставаясь единороссом, человеку самое главное это хорошо выполнять свою работу. А это мое кредо по жизни. Если начинаешь что-то делать, нужно делать это хорошо, во всяком случае прилагать для этого все свои усилия. Понятное дело, что со временем подключаешься и к реализации различных проектов. Некоторые мы сами инициируем. Вот в этом году, например, мне кажется, чудесный проект реализовали. Женщина в любом возрасте остается женщина и получились прекрасные снимки представительниц преклонного возраста Губкинского. Они красавицы просто. И эмоции, посещая мероприятия, мы вручали в итоге снимки, эмоции в ответ получаешь просто неповторимые. Поэтому ради этих эмоций, ради чувств других людей порой нужно совершать те самые добрые поступки. Но это уже, если говорить совсем о благотворительности. Но вот, наверное, хоть это может быть и не совсем правильно, потому что все равно вроде как человек это делает в первую очередь для себя. Да, хотя, наверное, мне кажется, что именно все волонтеры, общественники, они в том числе и для этого делают. Ну, как бы невысокопарно. Душе легче, наверное, что ли, становится от того, что ты можешь что-то отдать, если у тебя есть возможность. Скорее, это какая-то внутренняя потребность человека. Ольга Николаевна, что бы вы хотели, чтобы знали или умели делать ваши дети из того, что знаете и умеете делать вы? Знаете ли я, мне кажется, что ребенок, вот что бы я сейчас не наговорила, она в любом случае будет знать, ну, если не в таких объемах, хотя мы работаем над этим, но, во всяком случае, уметь именно то, что делаю я. Потому что дети – это наша копия. Они повторяют абсолютно все то, что делаем мы родители. Поэтому тут и речь о том, что воспитание – это как раз-таки показать, подать пример. Дети – наши продолжения, а моя мать всегда говорила, что это синки, не родятся апельсинки. Расхожее выражение быть патриотом, а воспитывать патриотизм для вас это важно? Я думаю, что, опять-таки, тоже расхожее мнение о том, что само воспитание – это слово в этом отношении какое-то, может быть, даже неправильное. Все идет от семьи. Ровно отношение родителей, оно к родине, к месту, где человек живет, к истории страны, а это и в последнее время, да и в принципе, немаловажно. Это вот все то, что должно передаваться ребенку и семье. Ну и школа, конечно, должна поддерживать. И учебники, которые в некоторых случаях, мягко говоря, сомнительные какие-то, в том числе, с указанными в них фактах, все в комплексе должно правдиво описывать историю, правдиво описывать происходящие события, для того, чтобы, с одной стороны, у человека было вот это чувство и понимание всего того, что уже происходило, но и не было отторжения от того, что говорят неправду про то, что происходит сейчас. Я вот, во всяком случае, для себя придерживаюсь, что это мой город, это город, где, кстати, мы сегодня уже говорили о детях, где очень комфортно воспитывать детей, где дети абсолютно бесплатно могут посещать кружки и секции. Это город, вот где живет и достаточно спокойно, благополучно живет моя семья, поэтому я люблю этот город. Я люблю эту страну, потому что это страна с великой историей. Я могу сказать, сейчас не о политике речь, а о патриотизме, но, тем не менее, у меня есть чем сравнить. Я знаю, что в 80-е и 90-е все было гораздо хуже, чем сейчас. И то, что моя семья, в смысле, я муж и ребенок, могут позволить себе сейчас, не могла позволить для меня моя мать, ну, ни при каких обстоятельствах. А значит, движение, есть движение, в лучшую сторону. Мы покупаем, пардоны, на марки, собранные, кстати, на российских заводах. Мы планируем путешествия, мы ездим, в принципе, по всему миру. И мне кажется, что здесь-то вопрос сейчас в том, что тот, кто хочет, он может заработать и здесь, и в нашей стране. Главное, чтобы было желание не просто критиканством заниматься, а действительно работать. Работать на благо, в первую очередь, семьи, города и государства. Вот это, мне кажется, правильная формула патриотизма. Какие достижения ваши или достижения коллектива вы считаете самыми важными? Ну вот я отмечала уже в начале программы многочасовой марафон, он был не один, собирались средства в помощь семьям, и мне кажется, вот опять-таки положительные отклики от тех, кому оказана реальная помощь, это дорогого стоит. Дорогого стоит тогда, когда при помощи репортажа, статьи удается решить чью-то проблему, коммунальную, житейскую, когда люди получают реальную помощь. Это вот тоже определенная заслуга работы и коллектива, и отдельно взятого журналиста, который работал над тем или иным материалом. Если говорить о наградах, то за время существования телерадиокомпании их было огромное множество. Мне, конечно, запомнилось это вот одна из последних, это когда за первое место во всероссийском конкурсе медиатег, мне награду вручал однофамилец, пресс-секретарь нашего президента Владимира Владимировича Песков. Ну, запоминающийся события, наверное, все-таки в большей степени как раз-таки в связи с тем, что однофамилец. А еще мне кажется, что коллектив, который работает тут, если можно так выразиться, творческого конвейера, каждый выход в эфир, каждый выпуск газеты, каждый прямой эфир, это уже маленькая победа. И тут я еще одну вещь хочу сказать. СМИ сегодня, современные СМИ, а это и традиционные телевидения, радио и газета, и современные, которые на просторе интернета, мы, кстати, зарегистрировали как СМИ и сайт телерадиокомпании. СМИ — это исключительно командная работа. Вот когда автор книги может в энное время что-то сочинять, то работники СМИ, они как раз-таки этого самого времени, как правило, не имеют и работают исключительно в команде, потому что это вот как никогда один в поле не воин, только вместе можно достичь результата. Отлично, если этот результат получается вовремя и нравится радиослушателям, телезрителям и читателям. Ольга Николаевна, ну и по вашему мнению, в чем смысл жизни? Сложный вопрос на самом деле. Может быть, я еще просто не подошла к тому возрасту, когда действительно нужно подводить итоги и задумываться, а зачем? Но мне кажется, что смысл жизни — это сама жизнь. И нужно жить здесь и сейчас, нужно проживать каждый день, не строить грандиознейшие планы на завтра в ущерб сегодня, потому что жизнь — это ровно сегодня. Что будет завтра, мы не можем предугадать. Мы не можем построить жизнь за собственных детей, чтобы сейчас, условно говоря, говорить о том, что главное — это правильно воспитать детей. Да, и вопрос-то правильности этой. Кто может определить, кто правильно живет, а кто неправильно живет? У кого эта жизнь сложилась или не сложилась? Это должно быть собственное ощущение, чтобы действительно когда-нибудь тогда не было мучительно больно. Ольга Николаевна, спасибо за интересную беседу и увидимся на телеканале «Вектор». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин